друзья всем привет тема сегодняшнего видео показываю александр привет мне производитель ремет прислал но и решили мы посмотреть вот у александра в сервизе есть эндоскоп посмотреть состояние поршня нашего цилиндров но много ли сажа да правильно да на газа нагары но и как-то как у меня 50 тысяч пробега и двигателя попробуем вот этот ремет ремет производитель с 91 года мне кажется самый-самый древний поэтому выбрали его попробовать итак и сейчас мы посмотрим состояние нашего двигателя изнутри давай посмотрим с четвертого цилиндра даже у нас наверху сейчас первый четвертый цилиндр так смотрим четвертый цилиндр ничего расскажет про про состояние ну так то ничего но есть вот вот отложение нагара чуть-чуть принципе но это не критично не сильно не критично за 50 тысяч километров я считаю это не критично с учетом того ребят что масло меняем примерно 7-9 тысяч километров лью я не какие-то брендовые масла беру в основном по акции какие-то там я не знаю раньше shell брал сейчас синтек будем заливать с вами вот итак нагара принципе немного давай следующий первой час первой тоже но по краям есть за краям есть вижу да так нормально стояние стенок вроде тоже да нормально двигатель работает иногда и по 7000 оборотов иногда и по 5000 оборотов так как автомобиль электронный блок управления прошитой и дает возможность крутить 2 3 6 наверху и как бы тоже нет тут вас особо не увидишь ничем наверху ну по крайней мере мы посмотрели состояние до дарова как мы зальем раскаткуем подориме как у них написано время то поршень выставляем среднюю ну той чтобы они все стояли одинаково заливаем одинаковое количество жидкости там у них в комплекте идет шприц закручиваем свечи и полтора-два часа надо же должна стоять как бы такая баня должна быть да да потом мы с вами как я читал инструкции просто свечи выкручиваем даем обороты заводим она должна постоять поработать у нас там что-то 15-20 минут но мы помимо того что сделаем раскоксовку двигателя еще зальем при смене масла пятиминуточку вот то есть мы раскосовку сделали фильтр я взял два фильтра один самый дешевый фильтр фильтр мы снимаем масляный ставим новый фильтр заливаем туда в масс старое масло пятиминуточку как раз поработает но где-то 5-10 минут автомобиль все это мы сливаем потом ставим новый фильтр и заливаем свежее масло тоже с присадкой ремет трубочки по инструкции почитали вот этот пузырек сколько 250 240 миллилитров 240 миллилитров то есть на 4 горшка на 4 60 по 60 миллилитров на каждый цилиндр на каждый горшок да сейчас шприцом берем и заливаем цилиндр но шприц 20 то есть внутри шприца три шприца в один цилиндр до до машина у нас горячая свечи выкрутили цилиндры поставили все в одинаковое положение в среднем ну да в среднем но я говорю одинаковое положение так это 40 главное не промахнуться хватит на всех и как теченьку да 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 все четенько нам хватило закручиваем свечи да и полтора два часа стоит ждем ждем затягивать не будем свечи нет сейчас так от руки это делается для чего чтобы было типа типа паровой баня до тебе чтобы быстро не испарялась наверно да по-любому если ее оставить открыто она мне кажется быстро выпариться оттуда испарить для чего мы это все делаем и хотим посмотреть как это будет на самом деле работать всегда я был против вот этих всех присадок вот всегда был против просто недавно у нас что-то в группе как-то разговор зашел про присадки про вот эти всякие приблуды ну и на примере вам покажу вот александр лежит б.у. поршень да посмотрите сколько нагара то есть вот нагар видно да у меня такого нету вот он поршень нарисованы то что мы сейчас залили и ждем что есть получается тут идет два кольца компрессионно первое второе вот видите они шевелятся а вот здесь вот идут маслосъемные кольца они вот здесь уже залегли и уже они здесь не работают то есть они не двигаются видите вот на данный момент они не двигают эти видите кольца они двигаются это недвижение есть маслосъемные они нас не рабочие не работают когда заливаешь раскасовку двигателя то есть цилиндр жидкость ложится на горячую и начинает разъедать потихонечку вот эти вот нагары самое главное что попадает вот эти пазы где находятся кольца вот и по крайней мере маслосъемные кольца начинают двигаться но я так надеюсь что так должно быть как и говорю что моему двигателю проехал 50 тысяч километров думаю что у меня в принципе масло не ест но хуже не будет хуже не будет по крайней мере почистим канавочки вот и думаю что еще походит двигатель потом что потом делаем после всего этого когда зальем свежего масла вот есть такой восстановитель двигателя ремет улучшенная формула с индием кому интересно зайдите сами почитайте просто наберите ремет и почитайте составы препарата что для чего они делают заливаем с новым маслом восстановитель двигателя и будем кататься где-то ну 7000 я обычно катаюсь на масле около 7000 покатаюсь и написано чтобы все это работало при каждой смене масла нужно заливать ну ту или иную присадку но в данном случае ремет для восстановитель двигателя при каждой замене масла в принципе ценники недорогие вот это примерно что-то 500 рублей стоит ну согласитесь не за этом раз 50 тысяч попробовать сделать за 500 рублей я думаю вы не обеднеете это тоже примерно там не знаю рублей 300 стоит и далее далее у нас идет защита и восстановление ремет для механических трансмиссий то есть у нас коробка раздатка редуктор задний редуктор передний как это выглядит они идут по объему то есть разные объемы у них идут вот так это выглядит это оригинальная это мне прислал непосредственно производитель за что производителю ребята большое спасибо 2022 год встряхиваем и будем заливать сейчас тоже инструкцию почитаем какое количество надо на литр масла по крайней мере задний редуктор для того чтобы налить туда присадочку 50 миллиграмм сливаем старое масло потому что возможно там может быть и вода была так как по речкам катаемся взливаем свежее масло полностью и 50 миллиграмм присадочки и будем кататься и тому же посмотрим как это будет работать по крайней мере у меня там установлен самоблок я думаю своих уже не будет да не по крайней мере сателлиты также как-то там надеюсь надеюсь лучше им будет так что заливаем сюда свежее масло здесь по инструкции написано что нужно 100 миллиграмм на 2 литра масла то есть любите у нас 100 миллиграмм по 50 миллиграмм до выливаем как раз меня общаюсь так и стоит самоблок у меня литр масла перемешиваем прям здесь и уже будем заливать за перемешанное прям с маслом сейчас масло с присадка заливали шприц и по цвету про вида что масло цвет поменял какой-то как сказать коричневый шоколадный какой цвет такой стал то есть какие-то металлизированные присадки мягкого металла я думаю так что решено смотрите старый фильтр снимаем ставим вот самый дешевый фильтр купили ставим его заливаем 5 минутку и двигатель работает минут 5-10 прошло полтора часа выкручиваем свечи а двигатель теплый сейчас двигатель теплый стояла машина здесь в боксе в александр автосервис 56 сейчас свечи выкручиваем стартером погоняем вот смотрите свечи какие у меня хорошие то есть с правильным нагарчиком то есть не масло и горючка хорошие то есть да по нагару по правильному все чисто все нормально стартер крутанем все это гадость оттуда выкинем потом как в инструкции написано свечи закручиваем заливаем 5 минутку и должен поработать двигатель там 5-10 минут но заодно и 5 минутка поработает и потом сливаем и заливаем уже другое масло с присадкой нам просто интересно посмотреть а жидкость там есть или ушла жидкость ушла да они все равно есть да ну да на днище поршни есть поршни лежи да ну-ка второй а вот здесь сверху лежит ну как бы такого что там ну тут растворилась не растворилась непонятно вот это чистый вообще здесь наоборот стоит по-моему посмотри нет здесь стоит здесь стоит вот он там налито и стоит а 1 2 1 2 2 не было ушел то есть первый второй пропустил компрессионные ну да то есть вот стоит на ну да на днище на днище а с краев она туда просочилась получается хотя одинаковое количество жидкости ну ладно чё мы давай стартером крутим выгоняем все оттуда нет запах бензина не только да не только все запускаем двигатель 5-10 минут работает минут 5-10 катароксид потом берем новый фильтр новый фильтр я взял салютовский поставлю салютовский заливаем мы присадку в масло в основе двигателя улучшенная формула и в принципе все двигатель у нас поработал где-то минут 10 сейчас масло слили ну естественно да тут и сейчас раскосовка и пятиминутку у нас сейчас берем тут только у меня есть два с половиной литра заливаем фильтр пока оставляем тоже двигатель поработает у нас с ним чуть-чуть да сполоснем чтобы убрать вот эти все размешать потом сливаем уже ставим новую фильтр масло и присадочку старый запас от этого шелла последний от канистра но решил вот так вот сделать сольем два с половиной литра перемешаем все размешаем все эти приз как и не присадки 5-ти минутки сольем я думаю будет все равно же там же много остается грамм по 200 до остается да все не сольешься никогда сейчас перемешиваем восстановитель двигателя ремнет заливаем 50 миллиграмм канистру на 4 литра и уже заливаем у меня объем 375 но все равно после покатушек когда высокие обороты масло все равно куда-то там выкидывается девается чуть-чуть да ну да чуть-чуть поэтому там немножко останется надо левочку цвет как шоколадки прямо такой шоколадный цвет на запах не как шоколадка но цвет такой давай 50 миллиграмм и и через 7000 когда буду масло менять уже как раз мне останется на вторую замену масла цвет поменяла стала именно коричневая такая же как и присадка да да всю эту процедуру можете приехать также вот к александру позвоните номер телефона указанной записаться всю процедуру вам сделает сильных изменений я не увидел сильных да нету согласен да может быть конечно ну вот по краям нет но вот было по краям но такие прям эти шершавые сейчас ну поменьше ну прям тут изначально особо я пскал ним не сильно было вы грязно да мы вас ни к чему не призываем просто показываем как это есть да работает не работает сами смотрите сами определяетесь мы сделали так как все написано в инструкции попробовали подождали полтора часа вот правильно да а там уж думайте сами все мы процедуру раскасовки провели залили присадку в задние задний редуктор не стали пока заливать в раздатку в коробку по своим причинам потому что там и возможно скоро полезем туда да полезем или будем менять так что приезжайте в автосервис 56 любой вид ремонта тюнинг ремонт двигателя коробки мосты кроме кузовни кузовни и малявки нету у нас приезжайте степан разин 207 корпус 2 а